О, мы в эфире, ВКонтакте уже, и в Одноклассниках тоже. Доброго времени, друзья, присаживайтесь. Здравствуйте. У нас сегодня в гостях необыкновенная женщина. Женщина, заражающая своей... ...бля... Огромное количество. Лариса, я бы назвал ее, она себя так называет, свободный путешественник. Инвестор. Инвестор, да. И вот наше знакомство, говоря, как бы сказать, произошло не случайно. Коротко об этом хочется рассказать, дорогие друзья. Однажды я записал песню «Свадьба», очень хорошая песня. И сразу мне вот пришла в голову мысль записать эту песню с цыганами, чтобы это была цыганская свадьба. Это было еще, может быть, два года назад или больше. И я начал искать людей, которые в Ростове знают таких хороших цыган, которые, ну, хорошо играют, танцуют и прочее. И вот мне люди посоветовали, кстати, вспомнил кто. Да? Да. Мне посоветовала режиссер спортивных мероприятий Ирина Лебедева. Я через свою подругу нашла, она была в Сочи и дала мне Ларисе телефонский, но у меня были на мероприятии в Сочи. Мердесен. Да. И вот я позвонил Ларисе, Лариса с прискормием сообщила, что, да, вот этот человек, которого я еще как-то... Ахельда Бобров. Царствие небесное. Известный, да, цыган, музыкант, виртуоз, который озвучил фильм «Табор уходит в небо». Да, я его искал, только давайте говорить громко. Друзья, нас слышно? Кто-нибудь напишите. Вот. И я, конечно, очень расстроился, потому что мне хотелось не просто цыгане, чтобы это были, а чтобы это были супер-цыгане, скажем. Потому что... Музыкальные, талантливые, харизматичные. Ну и, в общем, мы с Ларисой так поговорили, она сказала, нет, к сожалению, этого человека больше на свете. Еще раз говорю, царство, его неубийственная земля, пусть будет пухом. И эта тема как-то закрылась. Телефон Ларисы у меня остался, я по WhatsApp какие-то ей там отсылал свои новые песни, она комментировала. Потом мы нашли друг друга на Фейсбуке. Потом, значит... На всех просторах интернета. Да, потом смотрю, на Фейсбуке попадается в ленте, что она пишет. Она пишет такие необыкновенные вещи, что я обычно читаю. Да, он проснулся, с ней настроение, кисло. Какой пакостный день пишет. Я проснулась, пошла в магазин, там не на кассе, там не так обслужили. Нет, я не про вас. Я говорю, вообще, я читаю такие обычно. А здесь я читаю на Ларисной странице. Доброе утро, мои там дорогие. Сегодня там прекрасный день. Я желаю, чтобы у вас там все сбывалось и получалось. Я такой слушаю, это читаю, у меня телефон читает. Что за анапланетянка? Это наш человек, собственно говоря. Вот начал комментировать публикации, да, Лариса? Я сам... Потом Анне говорю, глянь, какая замечательная женщина. Посмотри, вот какие у нее публикации. И когда вот люди делятся между собой не негативом, а позитивом, хочется читать такие посты, хочется ставить лайки, хочется интересоваться. И в конце концов, как-то так получилось. Однажды я послал какую-то песню. Лариса написала мне классная там, Виктор, песня. Анечка у вас умница, да? Да. И я прям Ларисе позвонил. Спасибо. До тех пор... Нет. Вот. И у Ларисы даже, когда попадаешь в дом, в доме такая необычная, сразу благодатная атмосфера. Лариса такой накрыла мне чудный чайный стол, много сыров, фруктов. Мы так хорошо поговорили. Вот. Анечка не смогла, к сожалению, тогда со мной съездить. И вот сегодня Лариса у нас в гостях. Началась вот эта проклятая пандемия, и у меня настроение пропало. Я пообщался с Ларисой, и с этого момента произошел перелом опять же. Лариса, спасибо огромное за то, что вы... Я сам по себе позитивный человек. И вот ему казалось еще... Мистические прогнозы тоже, да? То, что сегодня люди любят очень расслаблять. Да, я... ...править, питать, но это все... ...голосует там. ...конец света... ...попал в депрессию. Да нет, еще дело не в том. Я же зимой болел страшно, вот с декабря заболел, хотя я выступал. И хотя мы ездили в Москву, у меня было бешеное просто давление. И мне поставили диагноз нервное расстройство. Плюс вот это вот расстройство мировое, так сказать. Одно на другое наложилось, мое расстройство на мировое, и получилось вообще... Вот, ребята, когда вы рассылаете что-то подобное, вот прежде всего подумайте, принесете ли вы этим кому-то пользу. Потому что не столько сейчас люди погибают от пандемии, сколько от нервных расстройств, сердечных приступов, психических заболеваний и так далее, и так далее. Люди попадают в депрессию. Поэтому ничего в этом хорошего нет. Лучше несите свет, несите солнце. И я понимаю, что жизнь прекрасна. Не знаю, я вот в пандемии отлично себя чувствую, и нашла очень много жирных плюсов в самоизоляции. Я, мои бизнес-партнеры. Поэтому все, как вы посмотрите, о чем мы думаем, то мы притягиваем. Мысли материальны. Да, и вот после того, как Витя пообщался с вами, вы его настолько как-то укрепили морально, душевно, что раз, и я чувствую, человек, вот у него что-то переломилось, и все. И он опять на позитиве, у него опять надежда, вера, что все еще будет хорошо. Вот действительно. Ну, я думаю, что уже что-то хорошее начало приходить в жизнь. Какие-то мечты уже стали сбываться. Ребята, чудеса они есть. И главное, верить в это лучшее хорошее так и будет. Ларис, ну, все-таки хочется больше сегодня поговорить о нас. Наша аудитория нас так хорошо знает. Вот скажите, пожалуйста, вот, допустим, я знаю, что не всегда вы были такой, скажем, женщиной, которая может, может, да, выполнять, реализовывать свои мечты. Вот вы путешественник, были во многих странах мира, да, повидали уже многое, много где были. А до этого же вы были, ну, не всегда такой были. Вот как вы к этому пришли? Расскажите, очень интересно. Да, было такое, что я жила в очень таких скромных, это слабо сказать, условиях, с удобствами на улице. Зарабатывала я тогда очень мало. Я работала лет 13 в детском доме, любила свою работу. Но, понятно, что это были жалкие копейки и постоянная экономия. И, конечно, я мечтала путешествовать. Я тоже страдала от безысходности, я не знала вообще, где есть какой-то выход, и я была открытая, открытая. И вот в результате, знаете, стали происходить какие-то события. Вот когда ты открытая тому, когда ты не закрываешься в своей раковине, не сидишь, не осуждаешь, там, какое правительство, там, мировое, что хотят сделать. Когда ты не надеешься ни на кого, ни на пенсию, а знаешь, что спасение рук утопающих, делай рук самих утопающих, то ты ищешь что-то. И в результате выход всегда, он находится. И у меня такое впечатление, как вот Господь меня стал за руку вести. То есть я пошла по ступеням вверх, прошел какой-то определенный опыт. Ну, может быть, из 100%, 5% было опыта такого печального, которому я сейчас признательна, потому что я могу тоже уже об этом рассказывать, и в этом уже большой плюс. Но 95% — это чисто, наверное, интуиция, это Божье какое-то видение. Я получала какой-то опыт, я продвигалась, и это был личностный рост, это был материальный рост. И, конечно, знаете, была тоже такая ситуация, когда я где-то год находилась в какой-то тоже депрессии, потому что тем, чем я занималась, уже я не видела перспективы. У меня хотелось чего-то другого, нового, и хотелось путешествовать. И какой-то самореализации творческой. Я вела праздники, я тамодила. Ну, я тоже вела какие-то, работала, тоже вела презентации, часто была ведущей. Ну, вот был какой-то поиск. И когда я не знала, что сделать, я просто взяла лист бумаги и написала. В новом году, это лет, наверное, 5-6 было назад, я много путешествую. Я во всех сферах жизни, знаете, есть такое колесо баланса, когда ты во всех сферах жизни просто прописываешь. Вот если ты не знаешь, что делать, да, вот говорят, приседай, это полезно. И я еще цели стала писать. И получилось, это было в декабре месяце, а в январе пришел знакомый, принес мне книгу путешествий и сказал, Лариса, ты хочешь путешествовать? Вот есть такой бизнес, основанный на этом. И это франшиза, которая требовала вложений, которых у меня не было. Я так по сусекам поскребла, что-то там нашла. Ну, надо рисковать, надо обязательно рисковать, потому что если ты не рискуешь, ты больше всего проигрываешь. И ты больше всего рискуешь, когда ты не рискуешь, отказываешься. На самом деле, это был самый волшебный мой год. Это были первые путешествия, причем в дальние страны. Одно из путешествий было 3,5 месяца. Я Новый год отмечала, это были Бали, Таиланд, Малайзия, Сингапур, куда я очень мечтала. Я мечтала попасть в отель Марина Бэй на 57 этаже, записала видео. Мы проводили оттуда вебинары, да, мы стали вести вебинары для путешественников. Со мной были классные ребята. Я сейчас с ними дружу, Олег Бэков, Диана. Незабываемые вообще, просто незабываемые. Я каталась на мотобайках, каталась на слонах. Класс. На слонах жила. Отмечала с природы, доставала морских звезд с океана. Ну, просто было сказочно. Ну и после этого, в общем, пошло-пошло-пошло, много путешествий. И сейчас я этим порталом просто иногда пользуюсь для бронирования, а занимаюсь финансовым консалтингом. Мне это очень нравится, потому что я понимаю, что завтрашний день не в нашей власти, да, это библейское выражение. И на самом деле время показало сейчас, что если мы не думаем о завтрашнем дне, то может произойти такое, что тебя сократят, тебя уволят, ты останешься там без средств существования. Поэтому я понимаю, что мы должны учиться у европейцев и иметь какую-то подушку финансового бизнеса. Чем я стала заниматься? Много сделали приобретение. Классно такой трампу. Холдинг. Наш холдинг уже раньше приобрела. А вот, допустим, Майя тоже мои многие партнеры приобретали. Кто машины, кто бытовую технику, квартиры, кому что нужно. Я поняла. Любой минус может стать плюсом. Мне понравилось одно ваше выражение, когда вы сказали, что про воду. Расскажите, что, допустим, если происходит, то что сравнить. Спасибо. 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 И может быть горячее. Я сам оптимист, но почему-то я об этом забыл. И меня как осенил, господи, ну что же здесь такого, все в руках божьих. Мы пережили, гораздо страшные времена были, да, Великая Отечественная война, гражданская война. Я сейчас слушаю книгу «Поднятая целена», когда раскулачивали казаков, уничтожали, убивали. Жуткие были вещи, да, убивали. Первые приказы Ленина были 30 тысяч священников уничтожить. Жуткие времена. Допустим, там, я не знаю, татаро-монгольская ига, да, вспомнить. То есть то, что сейчас происходит, это очередное безумие, которое просто может быть вызвано общим психозом. И мне кажется, потому что в истории все повторяется. Не веришь, что человечество прямо вот так вот возьмет и погибнет. Да, не тратится, жить в этом не нужно. Вообще-то ведь есть какая-то essere, да. Ну и что, кажется, вот так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... путешествуют и путешествуют она действительно сделала много ну как бы всех достижениях даже не хочется сейчас говорить фактом что она действительно можете позволить больше чем скажем рядовой пенсионер или гражданин она может вот собирается со своими внучками замечательное путешествие мы желаем вам чтобы это все прошло как можно лучше и как можно позитивнее что подавали с ними выбирать а когда внучки сказали папушка мы мечтаем тубай там где-то что-то нашли в интернете да и я их брала с собой мы путешествовали помиратом были попадали мы были во всех таких детских местах то есть это путешествие было для них в самых самых классных ни в чем себя не отказывали и они теперь мечтают продолжать путешествие если вы хотите вот узнать ее какой-то успеха да рецепт такой то пишите нам в личку пишите нам сообщение мы вас переадресуем на какие-то ее страницы да вы ответьте на все вопросы я думаю в личной переписке да я буду рада да можно на ватсап звонить я буду рада общению с единомышленниками с теми людьми которые также стремятся вперед хотят чего-то достичь просто вы должны понять дорогие друзья когда мы сидим грустим смотрим этот зомбо ящик телевизор да слушаем одни и те же новости у нас наступает психоз самое страшное что у людей страдает голова да их уже не переубедишь а действительно все в руках во-первых бога и если мы будем делать попытки улучшить свое состояние и материальное и духовное до одновременно и в то же время мы будем заботиться о своей семье чтобы день зря не прошел мы должны что-то хорошее сделать для себя для своей семьи вот поэтому тогда что-то будет меняться под лежачий камень вода не течет надо действовать вот тот кто ничего не делает то сидит все осуждает а вот скажет для люди говорят там у них все хорошо не так все хорошо у меня как хотелось бы сейчас может быть могли бы быть гастроли но вот я ваша доктором этого и я здесьаций идёт и не знаю так вот как вы такой у меня как и и у меня отличается все что что-то я там все равно не знаю когда я стал в таком и я думаю что это уже как-то видео с этим видео до顫 заботой и добыче поисковой и у нас там все есть какие-то вопросы для себя а то есть ли вообще все свои идеи и вот это ломатика тоже и все это было бы достаточно чтобы сейчас и это было бы таким shared и это было бы это было много и не было для себя пассивным да и это было бы стало Продолжение следует... 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 Продолжение следует...